Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Увы, но на сегодняшний день цены на качественные микроскопы лабораторного сегмента таковы, что заходя на сайт специализированного магазина, без пары таблеток валерьяны не обойтись. Волосы становятся дыбом от колоссальных сумм. Если задуматься и разобраться, за что нам приходится платить, то становится ясно, что отдаем мы свои кровные просто за бренд. Мы решили найти микроскоп, который по качеству и возможностям ничем не уступит современным моделям именитых брендов, а стоить будет существенно меньше. Нам удалось это сделать. Среди огромного ассортимента оптических приборов мы рекомендуем обратить Ваше внимание на микроскопы бренда Сигетто, а именно на тринокулярную модель MB301. Микроскоп поставляется в деревянном кейсе внутри пенопластовой формы. Общий вес поставки не менее 8 килограммов, вес микроскопа 4,5 килограмма. Комплектуется оптический прибор двумя парами окуляров на 10 и 16 крат, иммерсионным маслом, синим светофильтром, запасной галогенной лампой, предохранителем, пылезащитным чехлом и съемным кабелем питания. Оба окуляра имеют металлический корпус, посадочный диаметр равен 23,2 мм. На оптические поверхности нанесены фиолетовые просветляющие покрытия. Окуляр 10 крат выполнен по оптической схеме Кёльнера, окуляр 16 крат выполнен по оптической схеме Рамсдена. Оптический прибор изготовлен в полностью металлическом корпусе. Оборудован тринокулярной насадкой и револьверной головкой на 4 объектива. Насадка состоит из бинокулярной части и отдельного выхода под камеру. Крепится к станине микроскопа соединением типа «ласточкин хвост» и имеет возможность поворота на 360 градусов. Тринокуляр позволяет выводить картинку на монитор персонального компьютера и параллельно проводить наблюдение в окуляры. Бинокуляр имеет регулировки межзрачкового расстояния от 54 до 75 мм. Для пользователей с разностью зрения предусмотрена коррекция диоптрий на левом окуляре в пределах плюс-минус 5 диоптрий. Окулярные тубусы расположены под углом в 25 градусов для большего комфорта наблюдений. Трубка фотоканала выполнена из металла. Посадочный диаметр такой же, как и у окуляров. Внутри трубки находится стеклянный фильтр, защищающий призменный блок от пыли. Микроскоп поставляется с объективами 4, 10, 40 и 100 крат. Объективы имеют коррекцию хроматической и сферической аберрации. Посадочный диаметр 20 мм. Парфоканальная высота 45 мм. В корпусе объективов с кратностью 40 и 100 крат предусмотрен особый пружинный механизм, защищающий фронтальную линзу и наблюдаемый микропрепарат от раздавливания. Смена кратности производится поворотом револьверной головки в любую сторону. Фокусировка осуществляется путем вращения сдвоенных ручек грубой и тонкой фокусировки, которые приводят в движение предметный столик микроскопа. Ход колеса фокусировки умеренно жесткий. Максимально верхнее положение стола регулируется стопорным винтом, предусмотренным в станине микроскопа. Предметный столик оборудован микрометрическими суппортами и координатным нониусом. Вращая микрометрические ручки, расположенные с правой стороны от предметного столика, пользователь плавно передвигает микропрепарат в поле зрения объектива. Под столиком расположился классический конденсор АБ с ирисовой диафрагмой и креплением для светофильтров. Конденсор устанавливается в регулируемую по высоте оправу и фиксируется тремя винтами. Отпуская и затягивая его винты, Вы можете добиться более правильной центровки. Освещение микропрепарата осуществляется галогенной лампой через двухлинзовый коллектор. Работает осветительный блок оптического прибора от сети 220 вольт через съемный кабель питания. Подсветка очень яркая и ее мощности будет достаточно для любых образцов. Маховик регулировки яркости находится с левой стороны основания. Не включайте свет на полную мощность, это может нанести вред Вашему зрению. Разъем для кабеля, отсек для предохранителя и кнопку включения Вы найдете с тыльной стороны основания. Первое впечатление от увиденного в окуляр изображения было отрицательным. Микроскоп не продемонстрировал ожидаемого качества картинки. Проблема скрывалась в неотцентрированном конденсоре Аббе. Добавив к коллектору самодельную полевую диафрагму, мы провели настройку освещения по Келлеру. Отрегулировав конденсор, мы увидели вполне качественное изображение на всем диапазоне кратности. Хроматическая и сферическая аберрации практически полностью отсутствует. Заметна кривизна поля зрения, но в допустимых пределах. Из 10 возможных баллов по нашей шкале микроскоп получил 9 очков. Один балл мы сняли за ненастроенный конденсор. Процесс его регулировки не сложен, и потратив 5 минут времени с отверткой в руках ситуация была исправлена. В целом оптический прибор оставил хорошее впечатление. Порадовал качественной механикой, отличной сборкой и хорошей оптикой. На сегодняшний день в ценовой категории до 350 долларов сложно найти микроскоп лучше чем Сигета МБ-301. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.